Здравствуйте! В прямом эфире специальный выпуск программы «Республика» в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Сегодня в Чувашии зарегистрированы два новых случая заражения COVID-19. В общей сложности в регионе выявлены 19 заболевших коронавирусом. Один выздоровел. Наш следующий сюжет о поддержке тех, кто спасает наши жизни в период пандемии. Медучреждения работают сейчас в таком напряженном режиме, что работникам даже некогда перекусить. Собственники некоторых кафе и ресторанов решили поддержать находящихся сейчас. На передовой докторов, медсестер, обслуживающий персонал. Мы хорошо понимаем, что сейчас тяжелее всего приходится врачам. Несмотря на то, что у нас в республике вроде бы не очень много зараженных, мы хорошо представляем, сколько вызовов в день у них и решили откликнуться. Ежедневно на станцию скорой помощи завозят завтраки, обеды и ужины. Передают сумку с едой с соблюдением всех мер безопасности. Это важно не только для организации горячего питания, также для, так скажем, нераспространения инфекций. То есть нам, работникам в скорой медицинской помощи, которые работают по 12-24 часа, нет необходимости с собой возить еду. Мы очень этому довольны. Это лишь один из примеров деятельной доброты. В наше непростое время их должно быть больше. Александр Соловьев, Павел Рядков, Республика. Список заболеваний, при которых лекарства будут получать на льготных условиях, расширяется. Законопроект одобрили на заседании Кабинета министров. В обновленный список вошли апластическая анемия, наследственный дефицит факторов 2, 7, 10. Пациенты с такими заболеваниями будут получать лекарственные препараты за счет средств федерального бюджета. Также из федерального бюджета будут закупать лекарства в рамках федерального бюджета. На 7 апреля 2020 года число отчисленных граждан, получающих указанные препараты по данным нозологиям, составляет 1 557 человек. Дополнительное право на получение лекарств и препаратов получило 5 человек. Всего выписано более 2000 рецептов и отпущено лекарство на общую сумму 147,7 миллионов рублей. Обеспечено 97,9%. Видите, цифры сами за себя говорят. 1 тысяча человек, это 147 миллионов. Мы автоматически получаем вот такую дополнительную поддержку в части снятия нагрузки с нашего республиканского бюджета. Мне кажется, очень хороший закон. Он снимает как раз финансовое обременение с бюджета Чувашской республики. И больные вот этой категории будут напрямую обеспечиваться, и причем более оперативно, лекарственными препаратами, насколько я понимаю, напрямую из бюджета Федерации. В Чувашии установлен особый противопожарный режим. Возгорание сухой травы, мусора, деревьев часто происходит из-за халатности людей. Нарушение правил безопасности грозит штрафом. Больше всего возгораний произошло на территории Аллатрского района. Девять случаев. В Канажском районе огнеборцы республики выезжали на тушение пожара при пале сухой травы шесть раз. В лидерах по количеству пожаров из-за сжигания мусора город Чебоксары и Чебоксарский район. В лесничестве рассказали, насколько готовы к борьбе с пожарами. То есть наша техника уже вся проверена, подготовлена. Бойцы собраны, водители на месте. На любой выезд мы можем поехать. Техникой мы обеспечены. Вся техника хватает для борьбы со всеми пожарами. Вот недавно поступил у нас новый трактор. Так что будет бороться полегче. Мемориалы в районах республики обустроят и отреставрируют за счет федерального бюджета. На эти средства обновят семь воинских захоронений в Урнарском районе и два в Мринско-Пасадском. Соответствующий проект закона сегодня утвердил Кабинет министров. Реализация федеральной целевой программы до 2024 года. Мы планируем завершить работы прежде всего на этих названных мной объектах одиночных захоронений участников Великой войны и Братских могилах. Остальные объекты это захоронения лиц погибших во время выполнения воинского долга в локальных войнах. Там в основном родственники и потомки смотрят за объектами. Получается остаются у нас только захоронения лиц только по локальной войне. То есть в Великой Отечественной войне мы вот этим постановлением закрываем полностью. Да, закрываем. Это главные новости к этому часу. Следующий выпуск программы Республика 18.00. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова